не просто были показателем одной какой-то, на какой-то одной фотографии, да, это то, как раз, чего не хватило многим нашим участницам для того, чтобы уверенно дать ответ, а именно из фотографии в фотографию мы открываем и видим один и тот же эффект, да. Допустим, близкопассажные глаза, крупные черты лица, мягкость, так сказать, какая-либо, в данном случае, натуральная, да, здесь натурал-драматик виден, но носик, мне кажется, все равно выглядит аккуратным. Аккуратность носика – это какой-то прям показатель неправильный или что? Он выглядит относительно кого аккуратным? Относительно драматика не такой длинный и относительно натурала не такой широкий, да? Возможно, у героини есть еще сглаженность черт романтика в лице. Ну, если мы вспомним классика, да, автора методики, мы знаем, что в каждой женщине есть капли романтики, однако это не значит, что типаж будет не относиться, допустим, к натуралу драматику. Но я думаю, здесь может хватить и натуральной сглаженности, и это мы сейчас вместе с вами проверим. Интересный пример. Не видела еще натуралов-драматиков с таким смешением. Сверху глаза, брови – драма, ниже нос натурала. Еще и не такие бывают. Посмотрим. Мне нравится этот образ в платье, пишет Александра. От этого такой эффект аккуратности носа. О, вот смотрите, да, сопоставление, когда у нас рядом находится что-то крупное, допустим, широкий такой полный рот, да, дает, конечно, носику больше изящества. Согласна. Носик может быть миксом натурала и драматика, поэтому он будет не настолько широким и не настолько длинным. И мы с вами сейчас посмотрим обязательно все это на слайдах. Посмотрите, сейчас мы как раз наблюдаем с вами фотографии из жизни. Мы можем посмотреть в том числе и реакцию там на различные линии формы рядом, и реакцию на прически, и как выглядит, так сказать, в жизни ощущение фигуры, линии лица. И обязательно мы с вами сейчас сопоставим сравнение. Вот здесь очень хорошая фотография. Мы ее не взяли в тестовую, потому что здесь немножко обрезаны ноги, то есть это, как бы мы это не допускаем, да, но фотография показательна относительно линий фигуры. Что мы можем здесь отследить? Какие особенности фигуры, которые демонстрируют принадлежность типажу? То есть именно особенности плечи, грудная клетка, грудь, талия, бедра. Вот как здесь, что у нас здесь проявлено, что уже дает определенное представление о том, откуда, какие доминанты, как они смешались. Расскажите мне, пожалуйста, что вы видите. Наталья пишет, в жизни губы и правда длиннее, как примесь драмы. Да, и это опять-таки к тому, что обязательно просите подробный фотоальбом, что избавит нас от иллюзии или от неправильной версии, когда мы по одной фотографии ее сделали. Татьяна пишет, полная грудь, прямые плечи, такая деликатная линия талии, плоская линия бедер. Хорошо. Ну, плоская, это очень, так сказать, жестко сказано, линия бедер, естественно, с примесью драматической, но тем не менее натуральность, конечно, здесь видна. Так, Анна пишет, разница между тяжелым верхом и низом превалирует, натурал присутствует, прямые плечи от драматика, талия есть. Так, принято. Грудь натуральная, сглаженная талия натурал. То есть видно присутствие доминант. Сколько типажей у нас отчетливо присутствует в нашей героине? Спрошу иначе. Есть ли что-то, что не укладывается в соответствие двум нашим доминантам? Есть ли какой-то третий типаж? Или у нас каждая линия находит свою причину? Если вы вспомните, и я уверена, вы читали первоисточник, да, вы читали наш перевод методички, и Ларсон очень четко говорит. Она пишет о том, что первое, что мы ищем, мы ищем принадлежность или соответствие, ну, как сказать, принадлежность к чистому типажу. Можно ли нашу героиню отнести, допустим, к чистому натуралу или к чистому драматику? И мы только что, используя метод вычитания, с вами посмотрели, да, мы, допустим, если кто-то сразу увидел в лице драматика, и это могло быть, да, то есть, допустим, посмотрел и увидел удлиненную линию лица и черты лица, которые стремятся к середине. Помните, да, мы только что с вами разбирали. Вот если кто-то первым увидел драматика, то вычитая драматика, у нас остается что? Кто мне подскажет? Если вы зашли именно со стороны доминанта драматика, и, допустим, вы обратили внимание на фигуру анфас и на вытянутое лицо. Что у нас не укладывается в драматик? Потому что к точному результату можно было подойти с двух сторон. Видите, как интересно, да? Можно было сначала увидеть драматика, увидеть вытянутое лицо, увидеть близкопассажные глаза, прямые брови. Так, а дальше можно увидеть, что мягкие черты лица, пухлый такой, так сказать, чувственный рот, да, мягкая линия скул и так далее, да, вот легкое утяжеление в области скул. Так, губы, нос, видно сразу два типажа, лишнего не видно. Нос и губы, грудь. Крупная мягкость, да, совершенно верно, Дарья. То есть мы бы увидели, помимо драматической составляющей, мы бы увидели второй типаж, что он явно пришел из мягкой линии. И далее, если бы мы посмотрели на фигуру, а мы это легко можем сделать, да, мы бы сразу могли убедиться, откуда пришла эта мягкость, от романтика или от натурала. То есть алгоритм мог быть таким. То есть это для тех, кто первый начал, допустим, с драматической доминантой, а кто начал поиск с натуральной доминанты, то все то же самое, только наоборот. Мы также смотрим, что же у нас такого есть в нашей фигуре, даже если мы смотрим на фигуру анфас ненатурального. И мы сразу отметим присутствие более выразительной талии, мы отметим присутствие более выразительной линии бедер, мы отметим присутствие вытянутой формы лица, близкопассажных глаз, прямых бровей, которые мы можем понаблюдать на фотографиях юности. То есть с какой бы стороны мы ни начали, если мы увидели сначала драматическую составляющую и методом вычитания посмотрели, что останется, у нас остаются натуральные составляющие. Если мы начали с натуральной составляющей, методом вычитания, мы, очевидно, просто будем опираться в драматику. Так, Наталья пишет, вижу плечи драматика, грудь натурала, грудная клетка средняя, ближе к широкой, может быть, из-за полноты. Возможно, да, мы видим тоже в определенном, так сказать, состоянии, и для этого можно полистать еще, сейчас мы это сделаем. Но при этом талия драматическая есть. Линия талии более геометричная. Так, принято. Сейчас мы с вами как раз посмотрим из многих других аспектов, да, и посмотрим в том числе и сопоставление с лицами, да, но давайте вот начнем с этой картинки. И сейчас посмотрю, можно ли увеличить. Нет, увеличить уже нельзя. То есть это то, что сейчас у нас с вами происходило в голове, а сейчас мы можем уже очень четко увидеть, да, очень четко увидеть, что откуда пришло. И при том, что форма лица имеет вытянутую драматическую структуру, да, но она более смягчена и сглажена за счет присутствия натурала. Точно так же и то, что касается тех черт лица, которые вы описали, да, принцип, по которому линия глаз и бровей, ну, конечно, пришел из драматики, да, более вытянутая, миндалевидная и близкопассажная. В то же время присутствует в чертах, ну, как сказать, в линиях бровей тоже определенное смягчение, так же, как и в линии носа, так же, как и в линиях губ. И есть ли здесь еще что-то, что требует, ну, как сказать, поиска? Давайте посмотрим. Есть ли у нас что-то здесь гаминное или романтическое? Допустим, какая-то черта, ну, никак не уложилась, да. Или нам достаточно, вот, предварительно версии, да, мы пока работаем с версией натуральной драматики, и мы ее проработаем, проверим. Вспоминаем, откуда у нас была попытка привязать гамина, да. Кто-то реагировал на форму губ, а мы уже убедились, что форма губ очень по-разному и от освещения выглядит, и от, так сказать, от выражения лица, и в том числе, когда мы видим расслабленные губы, в них уже нету никакого бантика, то есть губы мягкой, плавной линии, комбинирующей в себе особенности натурала и драматика. Да, я подожду, дам вам прям минутку отреагировать, чтобы вы еще раз посмотрели. Обязательно проверим. Мы не будем брать все фоны, естественно, мы возьмем несколько фонов показательных и на них посмотрим. Фигура, вот, Татьяна пишет, что фигура, конечно же, помогает нам расставить все точки над «и», потому что если мы начнем там искать гамина и романтика, то мы упремся в то, что как-то и не за что зацепиться. Итак, если мы с вами только чуть раньше смотрели примеры с профилем натурала и были, ну, скажем так, было очевидно, да, соответствие, принадлежность к профилю, да, к натуральной доминанте, вот здесь можно сравнить, сопоставить с романтической составляющей. Ну, в возрасте уже брови подвергались и выщипанью и так далее, именно поэтому нам нужны изначальные данные, да, плюс и выражение лица, и мимику уже. Да, 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 коррекции, поэтому, конечно, мы запрашиваем более подробно. Вот сопоставление с романтиком. Я девчонок запрашивала, чтобы они еще с гамином сопоставили, сейчас посмотрю, должны были доделать. Так, ну вот пока не вижу. А, ну вот в таком варианте есть. Но это только профиль, нам бы целиком посмотреть. Хрупкая гаминная фигура, да, в более полном еще можно как-то спутать, но важно что понимать. У нашей клиентки сама костная структура имеет неузкую грудную клетку, да, и роскошные плечи. В отличие от гамина, который по своей природе в стройном состоянии маленький, хрупенький, да, а по мере набора веса эти очертания становятся более-более, так сказать, объемными. В нашем случае, как наша клиентка пишет, я всегда была фигуристой, у меня всегда была грудь, талия, да, 100, 106, 79, там, 100, так сказать, бедра. То есть это не было связано ни с полнотой, ни с чем-то, это было всегда костной структурой, которая, так сказать, проявляла индивидуальность. Наш рост, рост нашей геройнии 169 сантиметров. Ну давайте посмотрим, сейчас потерялась я немножко сейчас, так. Посмотрим еще характерные особенности, заглянем в натуралодраматика, да. Что скажете? Вот сегодня Наталья очень интересный комментарий написала. Она сказала о том, что еще не встречала вот такого смешения, да, допустим, драматической ипостати и натуральной. Конечно, примеры, которые сейчас приведены, это всего лишь примеры смешения, и они могут быть очень разнообразны. У нас может быть более драматическая структура лица, но при этом смягченные линии, да. У нас более натуральная, но при этом дополненная драматической остротой. У нас может быть смешение очень разнообразное. На крайний фоторобот похоже. Есть? Есть сходство. Я нахожу сходство, допустим, и вот с этим фотороботом. Но здесь брови вот именно в том исполнении, как это было у нее на фотографиях юности. И с данным фотороботом нахожу, да, с, так сказать, сходство. Так, ну давайте посмотрим теперь вот в этом варианте, посмотрим, как соотносятся черты лица, и действительно можем ли мы у драматика натурала найти вот такое проявление смешанности черт. Так.